Добрый день! Вот такое у нее название. Может быть, сразу расшифруете и расскажете о том, как вы принимали в ней участие. С 16 по 22 июля в городе Астане прошла 43-я всемирная конференция ISTM. Данная организация была сформирована, организована в 1947 году. В то время уже ученые были обеспокоены тем, что традиционная музыка постепенно теряется, забывается. И каждые два года в разных странах мира проходит форум-конференция по традиционной музыке. Прошлый год, в 2013 году, конференция стоялась в Китае, в городе Шанхая. В 2015 году, как мы говорили уже, в городе Астане. Впервые в нашей стране. Впервые в странах СНГ проводится у нас в Астане. Это очень, конечно, приятно. Следующая конференция будет в 2017 году в Ирландии. Наш город представляли я, как музыковед и руководитель группы. Затем Дан Брис, наш преподаватель колледжа. Исследователь Кьюф Казангапа, Жайлоу Аслханов, лауреат этого конкурса. А также традиционный исполнитель Нурбулат Джанаманов. Он приехал из Челкара. Он также является лауреатом конкурса республиканского имени Казангапа. Затем Кьюише Едель Басагараев. Он сам родом из Актюбинска, но сейчас работает в Университете искусств. И был с нами еще Жрау Демеу Жоломбетов. Он выступал в секции вокальной музыки. Но делегация в количестве нескольких человек представляла Актюбинск. Наша область. А вообще казахстанская делегация, насколько была большой? В целом приняло участие 70 стран из 70 стран мира. Более 600 человек приехали. С Казахстана приняли участие 67 музыкантов. Но это в основном были музыковеды. Они говорили об истории традиционной музыки. То есть не исполнители? Не исполнители тоже были. Это был город Астана, Алмата, Казларда, школу Жрау показывали. И мы представили западно-казахстанскую школу Тукпе Кьюи Хазангапа. Раньше ведь у нас изучались и показывали Кьюи Хурман, Газа, Давлит, Кирея, Татамбета, Дины. А Казангап был впервые на подобном форе представлен. Где исполнялись его Кьюи? На протяжении почти двух часов мы давали мастер-класс. Я рассказывал о Казангапе, о его Кьюях, о легендах создания этого Кьюя. Наши музыканты-дамбристы прекрасно исполнили. Много раз нас заставляли подниматься вновь и вновь на сцену. Вот только хотелось спросить, как публика принимала Казангапа и наших исполнителей? Очень любознательные люди, ученые. Им показался интересным Кьюи Хазангап. Они так и говорят, что мы знаем Курман Газы, Дину, Давлит, Кирея. А вот Хазангап мы раньше не слышали. Кьюи Хазангапа, она несколько отличается. В основном лирика философского плана. Также любовное содержание есть Кьюи. Есть Балжан Каз, которому он посвятил ряд Кьюев. То есть любовная там лирика присутствует. Есть Кьюи, посвященный природе, животному миру, птицам. То есть он многогранен, всесторонний Казангап. И мы представили эту школу, мне кажется, достойно. Но если можно, наша студия позволяет, вы можете исполнить какой-то отрывок, наверное, из произведения. Я бы хотел представить грамоту из рук. Дисенок Осийного было вручено Жайлау Аслханову за прекрасное исполнение Кьюи Хазангапа. Это Тюрксой, генеральный секретарь Дисенка Урабаев, самым лучшим исполнителем он вручил такие вот грамоты. Замечательно, хорошая награда, поздравляем вас, солидная награда. Ну и я, конечно же, ни грамма не сомневаюсь, что все было очень достойно, и мы себе показали на самом высоком уровне. Ну, вам слово, как говорится, слово вашему инструменту и вам. Я играл в Кьюи Хазангапа «Жем Суонон Толкуна». Это «Разлив реки Эмби». Сейчас поиграю. «Разлив реки Эмби» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое! Ну и я вижу, что еще есть у вас подарки или награды, рассказывайте, пока есть у нас время и эта возможность После своего выступления, после своего мастер-класса мы посетили мастер-классы презентации музыкантов из других стран Нам было очень интересно данный вот инструмент ударный, у нас есть у казахского народа ударный инструмент дабл, дангра, кепчик и так далее Который примерно из такого же материала изготавливается И я задавал очень много вопросов ей, и она за то, что я заинтересовался их музыкой, их инструментами И говорил о том, что у нас образ жизни одинаковый, тоже кочевой образ жизни у них, они также пасут скот, и вот из дерева и из кожи они изготавливают То есть абсолютно натуральный инструмент И в конце для меня было неожиданностью приятно, что она подарила мне этот инструмент нашей делегации Как нашей даву, точно такой же инструмент И я теперь... Ну сыграть-то мы сможем на нем? Подарю его нашему ансамблю фольклорному, теперь у нас будет ансамбль не фольклорно, а интернациональный Замечательно, ну покажите, да, как звучит Я могу просто извлечь звуки на нем, да, могу просто извлечь звуки, я не специалист этого инструмента Вот они примерно так его держат и... И еще вот у них палочки Такой очень ритмичный, звучный инструмент Вот она, госпожа из Киптауна, которая подарила нам этот инструмент Также подарили нам инструмент типа нашего Шан Хоббаза, Варгана, представитель из Вьетнама Когда он увидел, что я на этом инструменте немного играю, заинтересовался А вы где научились, кстати? Ну это не сложно играть на нем Это называется, у славянского народа тоже есть Варган У нас называется Шан Коббаз или Шан Гаус Вот такой звук у него Ну многие народы действительно используют, а у меня сразу шаман возникает, сразу образ шамана И вот все эти звуки как раз, наверное, напоминают о каком-то неком чуде Ну чудо произошло Я думаю, что замечательно, что состоялась такая конференция, что поговорили о музыке, о развитии традиционной музыки Эта встреча, вот если в двух словах, прям буквально мы сейчас прощаться будем с телезрителями Самое главное, что дала такая встреча и эта конференция для нас? Прежде всего, это, конечно же, общение и представление Казан Гапа на мировой уровень Услышали представители 70 стран мира и нас пригласили на следующий форум, который состоится, я уже говорил, в 2017 году в Ирландии Я очень надеюсь, мы надеемся, что туда попадем и будем пропагандировать музыку Казан Гапа На сегодняшний день Казан Гапа у нас пропагандирует Абулхамид Раимбергенов, известный наш донбрист, исследователь по всему миру Ну и мы, как смогли, тоже показали, мне кажется, что это очень у нас удалось И надеемся, что мы поедем и представим Казан Гапа по всему миру уже в Ирландии Замечательно, спасибо большое вам за то, что пришли в нашу студию, все это рассказали, но вам пожелаю удачи И на следующей конференции также достойно выступить и представить нашу область С вами были сегодня Аманжул Исмагулов, директор Актюбинского музыкального колледжа имени Ахмета Жубанова А также Жайлау Асылханов, преподаватель по классу Дамбры Актюбинского музыкального колледжа Всего вам доброго, спасибо за внимание, до свидания